Привет всем! С вами Иван Царомятников, а в руках у меня интересные звукосниматели. Активные! Из Красноярска. Звукосниматели российского производства. Долгое время для любителей активных звукоснимателей единственным выбором была покупка звукоснимателей EMG. Ну вот, наконец, в 2021 прогресс дошёл и до России, появился бренд гитарных датчиков Adjo. В линейке у красноярского производителя имеется сет активных датчиков Adjo модель 501 и 502 по весьма конкурентной цене. Чисто для сравнения, вот сколько в 2021 стоит EMG в России. Активный датчик Adjo CC502A в корпусе Хамбакер. Базовая версия. Преимущественно звукосниматели рекомендуются для использования в гитарах, где предусмотрена схема Хамбакер плюс Хамбакер в бриджевой позиции. Вместе с датчиком CC501A. В нековой позиции звукосниматель воспроизводит весь звуковой диапазон частот без каких-либо дополнительных резонансов. Имеет более высокий коэффициент усиления по сравнению с моделью CC501A. Звукосниматель позволяет получить чёткий ровный звук с использованием кранча или дисторшн. Имеет прекрасную динамику и хорошо отыгрывает тяжёлые роковые рифы. Имеет отличную читаемость в миксе. Данный звукосниматель также позволяет производить запись чистого звука непосредственно в линейный ход и получить всю гамму абертонов и красок, на которые способен инструмент. Вот так написано о данной модели на сайте производителя. Гитарный датчик Adjo Crystal Clean 501 Active, он же CC501A, для позиции Neck или Bridge. Полифонический, активный, питание 9 вольт, кристально чистый, глубокий и яркий звук без обработок, выдающий тембр акустической гитары и сочно преобразующий искажающими эффектами с низким уровнем помех. И сочно преобразуемые искажающими эффектами с низким уровнем помех. Ничего себе на сайте написали. Базовая версия для любого стиля музыки подходит для установки как в Neck, так и в бриджевую позицию. Интересно, универсальный датчик. В бриджевой позиции рекомендуется использовать для гитар либо с одним бриджевым хамбакером, либо для гитар с бриджевым хамбакером и Neck синглом, потому что это датчик более низкого выхлопа, чем 502. Преимущественно звукосниматель предназначен для использования в гитарах, где предусмотрена схема хамбакер плюс хамбакер в Neck в позиции вместе с датчиком 502A. А в бриджевой позиции звукосниматель воспроизводит весь звуковой диапазон частот без каких-либо дополнительных резонансов, что позволяет получить в звуке на выходе все, что отдает струна. Имеет кристально чистый и прозрачный звук, напоминающий звук хорошей акустической гитары. Звукосниматель 501A позволяет влучить максимум от инструмента, задействовав при этом минимум дополнительного оборудования. Данный звукосниматель позволяет производить запись чистого звука непосредственно в линейный вход и получить всю гамму обертонов и красок, на которые способен инструмент. Доступен в белом, либо черном пластиковых корпусах. Судя по описанию, просто расчудесный сет датчиков. И я их, естественно, поставлю сегодня, проверю и сравню с импортными звукоснимателями на своей электрогитаре Harley Benton Fusion 2. 501-й пойдет в NEC, 502-й в BRIDGE. Если бы на моей гитаре уже стояли активы EMG, мне бы достаточно было лишь переткнуть разъемчик. Но поскольку на моем Harley Benton Fusion 2 стоят традиционные пассивные звукосниматели, мне придется все же взять в руки паяльник и подпаять проводочки к нужным клеммам. Благо, инструкция для этого у производителя имеется достаточно подробная. К сожалению, на моем Harley Benton не предусмотрена кармашка для батарейки. Придется как-то эту батарейку затолкать внутрь тембра блока и закрутить крышечку винтами. Не очень удобно, но что поделать, зато работает. Датчики AG Pickups установлены на мой Fusion 2 без каких-либо заметных проблем. Приступаем к тесту. Для теста я подключаю гитару в звуковую карту и там навешиваю плагин. Даже два плагина – Bias FX для чистого звука и мой любимый Ampet Roots для грязного. Сначала послушаем гитару вне микса. Первый сэмпл очевидно записан на бриджевом Розвиле, а второй – на бриджевом Аджо. Теперь послушаем нековые датчики. Сначала Розвилл, затем Аджо Пикапс. Так как производитель смело заявил у себя на сайте, что данные звукосниматели напрямую в линейный вход в звуковой карты выдают расчудесный псевдоакустический звук, я решил это проверить. Я вставил в линейный вход, не в гитарный, свой шнур Humblebee Corona и создал в Reaper'е проект, в котором вообще ничего нет, ни единого плагина. Звук как идёт по проводу, так вы его и слышите. Никаких постобработок вообще. Давайте послушаем сначала нековый звукосниматель, затем бриджевый. Субтитры создавал DimaTorzok Интересненько получилось. Пишите свои комментарии, кажется ли вам такой звук приемлемым и применимым. Ну а мы едем дальше. Я создал микс у себя в Кокос-Риппере. Известная тема из выходящего на дня хребута фильма Mortal Kombat. Вначале чистый звук на неке, затем рифы на бридже. Послушаем. Плечом к плечу Розвилл против Аджо. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тем не менее, панч и атака у Adge явно гораздо выше Хотите узнать, какие датчики я оставлю на своей гитаре? Следите за моим YouTube-каналом и моей группой ВКонтакте И скоро узнаете Вот такой обзор слэш-сравнение у меня получился Пишите свои мысли в комментариях Насколько хороши активные звукосниматели российского производства И поставите ли вы себе такие на свою электрогитару? Ну а с вами был Иван Пока